Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Голову поднимите, чтобы вас видно было, вот так, повыше. Все, говорите, пожалуйста. Ну, у меня есть несколько вопросов, но я много вам не буду задавать, потому что у вас вы тоже заняты. Ну, я так, сейчас задам, а потом через некоторое время, может быть, потом еще задам, если вы не против будете. Да нет, вы сразу задавайте, я сейчас свободен. Так, вот, например, я читаю в Евангелии такие слова. Так, вы ушли, вас не видно, поднимите, у вас прям совсем голова вниз ушла. Маленько поднимите этот глазок. Вот так вот, нет, не так, как-то наклоните его на себя. Вот так, вот, на этом задержите. Считайте, пожалуйста. Был умерсьон по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Значит, вот такой вопрос. Был умерсьон по плоти, но ожил духом. Как это понимать? Здесь написано, что тогда он ожил духом, и получается, что он ожил духом и тогда проповедовал. Ну, а я слышал, что говорят, что он когда умер сошел, до воскресения проповедовал. А тут как-то получается по Писанию, что когда ожил духом, тогда пошел и проповедовал. Так вот, в тот же момент на кресте, вот это означает, теперь вся сила, все переходит во вторую, более явную часть, дух или душа. Вы правильно сказали, так понимают, так и надо понимать. Значит, тогда он ожил духом, когда? Когда умер, умер, вот сейчас он умирает, а теперь вся его энергия, все переходит только на душу. В ту же секунду, как умер, и сразу душа его сошла в преисподние места, и там одной душой, а тело-то лежало в гробе, в Девсиманском саду. И он там проповедовал духом, который называется душою. А воскресенье, этот стих не относится до воскресенья тела? Нет, 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 это к пятнице. Ага, понятно, потому что я этот вопрос, меня мучил, завдалал, я мне это тормозить не могли, а теперь вроде я понял. Так, а это дальше считайте, четвертая глава, шестой стих, просчитайте. Здесь же 4 и 6. Тут ответ, ответ, ответ-то рядом. Нет, это там, это здесь. Нет, это здесь. 4 и 6. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшившись ту, по человеку плотью, жили по Богу духом. А это то же самое. Это продолжение того стиха, оно сюда указывает. То есть у Христа была простая, такая же, как у нас душа, только она была безгрешная. Этот дух иногда называется душою. А почему так? Ну, Бог так говорит. Вот, допустим, мы считаем откровение, 6 глава, 9 стих. Я, говорит, видел под жертвенником души убиенных. Души, которые принадлежали убиенных. А когда в другом месте считаем, говорит, что? И приступили к духам праведников. Называется духами. То есть это одно и то же. Достигших совершенства. Ага. Ну, короче, понятно. Я уже понял. Да. Еще у меня один, например, ну, Господь Иисус Христов сказал. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, а уверовавших же будут сопровождать все знамения. И там перечислять, какие знамения. Именем моим будут их звонять бесов. Если что, смертоносное выпить не повредить. Будут брать змей и будут говорить новыми языками. Возложат руки на больных. И они будут значит, это, как понимать, это только было апостолам сказано или всем остальным? Это целый период проповеди Ивановича покатлиться. Это сказано христианам и их последующим. 1 Коринфянам, 12 глава, ответ. 10 стих. Запишите себе. 1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. И один из цих. Все же себе производит один и тот же дух с большой буквы. Разделяя каждому особо, как ему с большой буквы угодно. То есть, кому Бог дает. Вот. Вот одному дал один дар, другому другой. А не так, чтобы у одного были все дары. Тут говорится, что не всем. Ну, апостолам вроде были все дары. Да, ну, это апостолы. Это высочайшее звание. Ну, он генерал. А если и фреатер, и солдат, тому поменьше дано. А скажите тогда, пожалуйста, а вот как вы относитесь к иным языкам? Как относится к языкам? К иным языкам. Вот есть языки, да? Вот есть... Это иные языки, и незнакомые языки. Это разное. Иные не делают различия. Когда здесь говорится иному развлечения духов, это вот особый дар. И теперь иному разные языки. Вот об языках, на которых была проповедь, как в день Пятидесятницы, и как случалось дальше. Это уже в Третьем веке, Ирине Леонский пишет, уже прекратилось. Языки умолкнут. Почему? Потому что на всех языках, во всех народах явились возрожденные Духом Святым люди, которые на родном языке уже проповедовали. И татары, которые есть. А в Первом веке-то не было. И поэтому Бог давал дар. Хорошо. А тогда скажите, а как тогда 14 главу? 14 главу, как получается, что говорит апостол Павел, не запрещайте говорить языками. Правильно. Если они есть, то не запрещайте. А вы говорите, а сейчас вы говорите, что они уже закончили. Но поэтому Господь запрещает, не человек. Он искусственно нельзя создать. А я хочу говорить. А Господь говорит, время кончилось. Не запрещайте. Вот говорил в Первом веке, не запрещайте, Коринфской церкви. А уже через два столетия они закончились. Потому что в каждом народе уже тысячи проповедников на родном языке. Уже не надо было еврею на критском языке говорить, на египетском. Потому что египтяне уверовали и критяне. Богу нельзя диктовать. Он сам располагает временами и сроками, которые положил в своей власти. А тогда как получается, только что вы сказали, вот, этот, как, 16 глава Марка, только что вы говорили, вот. А сейчас как это получается? Это получается противоречие? Нет, нет, нет противоречия. Давайте смотреть 16 главу Марка. Давайте. Посмотрим потихоньку. Вот смотрите, сказал им. И дальше говорит. У веровавших же будут сопровождать все изнамения. Имени моим будут изгонять бесов. А все ли изгоняют? Весь мир одержимый демонами сегодня. И войны идут, и прелюбодеяния. Что не все, далеко не все, будут говорить новыми языками. Все, не все. Будут брать змей. А все ли брали змей? Да некоторые в глаза их не видали. А если что смертоносно выпьют? Мы считаем уже второй век иусин-философ. Один из самых знаменитых христиан, который будет казнен за имя Иисуса. А его отравили. А как? А это дело Божие. Одному он дает силу эту, а другого через это прославляет. А если уж то... Ну, говорите. Ну, просто я слышал свидетельства. Один рассказывал, что уверовал и начал, ну, был пьяница. Потом уверовал и начал ходить в церковь, а жена на него очень сердилась, потому что он не хотел ходить, ну, в гости там, все эти то. А квартира, короче, на нем была. Она хотела, чтобы эту квартиру ему, а его надо было как-то от него избавиться. И вот она, когда он ушел в церковь, дала ему выпить смертоносного яда, этого цианистого калия или как. И он пошел, ну, она думала, что он умрет по дороге. Он пришел в обед, как бы ничего и не было. Кушает, она смотрит и своим глазам не верит, что он не умер. Ну, и потом она ему признается. Скажи, почему? Я тебе дала отрову, почему? А он говорит, потому что меня Бог засохранил. И далее прочитать с Ивангелем вот этот стих, что выпить смертоносный. Она говорит, да неужели такой Бог твой? Да, ну, если он такой, говорит, и я поверил. И значит, и она уверена. Может быть такое. Может быть такое. Вполне. Но, однако, мы знаем, что это распространялось не на всех. И требовать от Бога нельзя. Одному он дает силу победить яд, а другой умирает и прославляет Бога своей смертью. Вот мы видим, когда готовили убийство Распутина Григория Ефимовича, и когда пригласили его в дом, это был он, и там ему заранее приготовили с ядом пирожки в доме Юсупова и с ядом вино. Он, они ждут, он упадет, он съел все, запил, и даже никакого влияния на него это не имеет. Они стреляют в упор на него, он встает и идет. Это Бог делает. И только уже английский там был резидент, он его добил, застрелил. Так что чудеса по сегодняшний день Бог совершает. А тут надо понимать еще и духовно. Смертоносно выпьют. А как? В откровении написано, что пустил змей яд, реку, но земля разверзла уста и поглотила. То есть агитация, безбожные все эти учебники. А для верующего никакой роли это не играет. Земля, то есть земля, живущие люди, греховные, они поглотят эту литературу, эти фильмы. На верующие это не влияет. Одиннадцатая глава пророка Исаии говорит, и когда левый и ягненок будут вместе, спрашивается, когда? Ответ, сегодня. Вот лев. Да, это сегодня. Лев дышит. В Дамаск идет. И дорога осияла его свет. А теперь к этому льву приходит ягненок, Анания, и крестит его. И будете как дети. И Господь говорит, и дитя прострет руку на гнездо змея. Это подлинно в духовном плане. Так что если вы... Ну, что там написано, евреи ждут, что придет царство на землю, и придет такой час, и многие верующие говорят, что придет такой час, что ягненок будет с львом играться. Так это значит... Это духовно. Это духовно. Это духовно. Такого буквально не будет. Это будет только в раю. Когда послание к римам говорит, вся тварь ожидает усыновления сынов Божиих. И она будет осложнена от рабства тленью. Понятно. Ну, это... Мне когда-то мысль так пришла в голову, что это, наверное, в духовном смысле надо понимать. Конечно, конечно. Это в подлинном смысле сегодня. Потому что... И откуда видно? Это из 10 главы. Деяния апостолов. Когда опускался сосуд, как полотно за четыре угла привязанное, всякие животные были. И сказано, заколи и ешь. А речь шла не о животных. А там язычники идут, которых надо принять. А язычники, знаете, как змеи друг друга жалели, как волки лютые. И тут от Корнили приходят. А Петру-то уже видение-то было. Речь шла не о зверях, а о людях. А с разным звериным характером. Почему Иоанн Златоус говорит так? А у одного человека ярость, у третьего ядовитость, а человек все абсолютно звериные качества имеет в себе. Один может быть. И коварный, и хитрый. Демоны, говорит, не прелюбодействуют. Человек грешник хуже демона. Ну, а тогда, как очистилась вся тварь, что, например, вот эти субботники у нас есть, и очень говорят, «Две едите нечистоту, свинину, значит, две не попадете в рай». И они тоже так говорят, что этот стих надо понимать в духовному. Значит, это не указывает, что если пища есть нечистая, она и остается нечистой. И говорит, вверх, говорите, благословляйте пищу, когда кушаете, ну, а там написано, всяким пища очищается всяким словом и молитвою. А говорит, а как может слово очищать ее, когда слава говорит, что это нечистое? Правильно. Тут надо понимать, почему было нечистое. Не потому, что нечистое. Бог, говорит, сотворил все и хорошо весьма. Нечистого ничего не было. Бог сделал это для того, чтобы люди, стесненные обстоятельствами, резали то, что считалось божествами. Почему в Египте бых посчитался его, как в Индии, нельзя было убить? А когда нельзя одно другое, остался один, одни коровы только, они поневоле начали резать и увидели, никакой это не Бог. И поэтому апостол Павел в первом послании к Тимофею, в четвертой главе, первым стихом говорит, дух же ясно говорит, то есть дух Божий, что в последние времена отступят некоторые от веры. И будут внимать, что духам обольстителем, и учением бесовским. Людям не нравится это, но мы должны сказать, через лицомерие лжесловестников, сожженных в совести своей. А почему бесовское? Они будут запрещать вступать в брак, и будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истины, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто, всякое, независимо, лягушка, змея, свинья, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим молитва. А как Словом Божьим? С Библией Святой нам говорит, нечистого ничего нет. Это Бог сказал для нас. Бог не творил нечистого. Бог многое говорит применительно к нашим понятиям. И вот они не могли есть то, не могли есть другое, а корову можно, и они стали резать их. И увидели, никакого Бога-то и нету. А они тельцу приносили жертву, Апису. Вот смысл-то в чем. Так что кушать можно. Можно. Но, но, я делаю но, что свинина не полезна для человека. Особенно для его желчного пузыря. Она вредна. И кроме того, рядом почти везде живут мусульмане. Два миллиарда с лишним. Они не едят свинину. И русских, которые едят, украинцев, называют свиноеды. Нам это надо? Я был у адвентистов. Я проповедовал у них, знаю. И я тщательно разузнал сначала, что можно, что нет. И тогда они слушают. Вот я с мусульманами работаю, они знают, я вообще мяса не ем, чтобы не соблазнить. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. Я полвека мяса в рот не беру. И они слушают. И находят путь ко Христу. Не надо себе потворствовать-то. Можно? Павел говорит, можно. Но? Да чтобы не соблазнить кого? Ибо из-за него умер Христос. А что ему не обратиться-то? Чего? При чем тут я? Так не рассуждай. Потому что ты, говорит, погрешая таким образом, погрешаешь против Христа. За него Христос кровь пролил. Видите, как сложно все. Ну, еще это, вроде я понял. Но есть еще один вопрос у меня. Вот, например, я лежал в больнице, и там был один диакон, и там у нас, ну, храм большой, говорит, праздник, пойдем в храм. Я пошел туда, с ним храм, и он там, везде кланялся, поклонялся, везде образу, и там было скло такое, и там были мощи, какого-то свято, я уже забыл, он говорил. И он прилагался к этим мощам. Я смотрел, там в скле был только один палец, из ногтем. Значит, приклонялся, значит, и он говорит, преклоняйся, а ты чего стоишь, как истукан. Ну, я приклонился, но мне что-то внутри нехорошее чувство было. И вот такой вопрос. Там написано, что мертвые воскреснуть в последний день. Теперь они этих святых расчленили, где-то там рука, где-то нога, и так носят на праздники, ну, по всей, как бы сказать, или по России, за границей, там мощи Петра носят. А теперь как они будут воскресать? Люди их расчленили, и это они новые тела получат, или эти самые тела, которые они расчленили, как это понять? Вначале мощи, о мощах вначале говорили. Дело в том, что как бы не защищали поклонение мощам, но остается в силе первое, прах ты и в прах возвратишься. Поэтому все мощи надо изъять, собрать и с счастью похоронить, чтобы этого не было. О чем вы рассказали-то? А это люди, не зная Писания, это Матфея 22, 29, говорят, заблуждаясь, если не зная Писания, не силы Божии. Первые христиане этого не делали. Они посчитали мощи. Как? Убили христианина, они собирали там, что осталось, львы съели его и хоронили. Никто не резал. Этого не было. Это страшное заблуждение. Я об этом говорю, я православный-то, но меня и долбят со всех сторон. Вот вы сказали, как воскреснет. Ну, Бог-то из-за чего создал всю Вселенную, а эти-то все равно какие-то счастья. Воскреснет человек в том же самом теле, в котором жил. И оно мгновенно изменится. Мгновенно. И будем подобны Ему. И увидим Его, как Он есть. Тело будет нетленное, нестареющее. Ну, понятно, просто я из этих кусков там, что хоронятся, там есть, говорят, есть нетленные мощи, там, вроде, что есть такие, которые вообще, ну, например, а они-то останутся, или те самые будут воскресать? Те самые, те самые, которые остались. Вот сожгли, допустим, Жавахарлару на эру, и развеяли пепел его по Гангу, и воскреснет человек в том же образе, какой он был. Как считают святые отцы, в 30-ти кабудем, как в возрасте Христовом. Переходим в возраст Христовый. Но перед престолом Божиим потечет огненная река. Вот об этом в 12-й главе пророк Даниил говорит. Я спрашиваю, а зачем река? Святые, как Иоанн Златоуст отвечает так, человеку каждому надлежит пройти, и огонь испытывает, чье дело устоит. И вот праведник, как солнце воссияет, а грешник, как головня обгорелая, выйдет. И его будут обличать дела его, которые он делал в жизни, или прослаблять по жертве Христова и любви. Тело то же самое. И Иов говорит, я во плоти моей, ни другой увидит его, я во плоти моей узрю его. Это такой вопрос очень сложный, ну вы, я правильно, я это принимаю, просто, я с многими делал такой, ну, вопрос. Вот, например, у меня был, на моей жизни, у меня был отец, ну, он был православным, потом был протестантом, и в конце концов, опять пришел православию, и он был в больнице и умер. И когда он умер, потом, ну, воскрес, короче говоря, и он говорит мне, что он видел, как он, когда умер, разделился. Кажет, один я лежу на постели, а второй, кажет, я стою и не пойму, кто я есть, или тот, кто лежу, он, короче, написал целую, там, журналистам, он интервью давал, они потом написали. И, говорит, один стою, а потом, когда он, то есть, потом, когда его оживили, ну, и он говорит, я опять со своим телом, как бы, ну, соединился и уже открыл глаза в этом теле. И он говорит, когда он разделился, то пришла, ну, там, колесница, и его тащил ангел, или кто там, и шел он в небеса. Но там, оттуда, услышал голос, его, еще ему здесь не место, возвращайте его туда на землю. И он мне говорил так тогда, значит, зачем мне это тело, когда я его покинул, там, без тела лучше. И он мне говорил тогда, что я уверен, что там, ну, другое тело я бы получил уже в небесах, а не это тело, которое умерло. Так что, вы мне дали подтверждение, что воскреснет то же самое тело. Но он говорит, это пограничное состояние, это не смерть, называют клиническая смерть. А вот на этом пограничном состоянии особенно летуют демоны. Всевает разное. Потому что, мы считаем об этом 12 глава, 48 стих, Евангелие от Иоанна. И Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет сужить в последний день. Идущий плод сына моего воскреснет в последний день. 54 стих, 6 глава Евангелия от Иоанна. О чем сейчас говорили, вот мы давайте прочитаем. Иов, 19 глава, 26 стих. И я, я, во плоти моей, моей плоти, узрю Бога тогда. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его. Вот как. Это говорит Иов в 19 главе. Мы должны поверить в это. А отец видел, его-то просто он видел. Знаете, что душа-то у человека уходит и видит? Делают такие опыты. Вот есть фильм «Бежавший из ада». Если вы посмотрели, вы, очень хороший. Один не верил врач, и он искусственно вел себе яд и умер. Но другим дал знать об этом. Его как оживляли, и где он в это время был? Бежавший из ада. Это просто на деле показывается. И вот они как делали? Человеку делают операцию, и он умирает. А потом он воскресает, ну как бы умирает, обмирает, правильно сказать-то. И теперь он видит. Так они сделали как? Операция идет на первом этаже. А больница большая, пятиэтажная. Так они на крыше крупными буквами что-то напишут. А он никогда там не был. Его привезли сразу в реанимацию, ему операцию сделали. И он его спрашивает. Ну когда ты вышел и себя увидел, как ты лежишь, да, я, говорит, видел, как врачи тут беспокоятся, пытаются оживить. А потом меня, говорит, как кто-то поднял, я поднялся выше. А что-нибудь вы видели написано? Он говорит, видел, на крыше написано. И говорит то, что там написано было, где он ни разу не был. Он не мог знать. И кто с ним разговаривает, никто не знает. Говорят, их мысли передаются. Один писал и не говорил. Тогда эти, смотрят, действительно там то написано. Значит, о его душа, когда восходила, это прочитала и сохранила в памяти. Апостол Павел говорит, не знаю как, был я в теле или вне тела. Значит, я так понимаю, что, то есть, апостол, я, но не знаю, это дух или душа, я могу быть в теле и могу быть и вне тела. Да? Да, пока явление, явление, чтобы показать. Это не Абмирал, а просто Бог так сделал, как или я, с телом поднят на небо. Военок взят на небо. А как? Иоанн Златоуст говорит, что взять на небо, знаем, а как не знаем. И чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Это грех рассуждать. Библия умолчала для нашей пользы. И поэтому мы скажем, благословен ты, Господи, что сокрыл от нас это. И там еще говорит Илья, когда воскрешал мальчика, говорит, да возвратится душа его, ну, умершего. Да. А в другом месте еще говорит, когда выходила душа ее из нее, апостол Павел говорит, когда упал юноша, душа его в нем. Как это скомбинировать? Там душа вышла, а тут он не умер. Им показалось. Апостол Павел, когда пал на него, и он сказал, нет, он ударился, потерял сознание, ну, такой, как паралич его хватил. И он говорит, душа его в нем, в нем. А там душа вышла, выходила. Тут ничего нет, противоречия. Ну, противоречия, просто я, душа, значит, это сознание, сознательно, он как бы помнил после смерти, что он вышел. Да, да, это сознание, душа, потому что мы считаем об этом в 16 главе Евангелие от Луки. Это не просто притча, а это то, что люди реально знают. Ты сказал, а что ты, Господи, придумываешь-то? И увидел Авраама, увидел Лазаря, и они разговаривают, которые умерли, у них души, и эти души знают, что на земле происходит. Откуда известно? И апокалиптица, 6 глава, 9 стих. И говорит, увидел душу убиенных под жертвенником, и они возопили. Господи, доколе, владыка, не мстишь, владыка истины, за кровь нашу. То есть они знают, что кровь неотомщенная. И Господь сказал им, дал белые одежды, говорит, чтобы они успокоились на малое время, доколе их сотрудники дополнят их число. Причина вот, почему еще война не закончилась. Ни на Украине, ни в Сирии. Пока полное число. Войдет святых, и двери затворятся. Так что человек после смерти как бы продолжает просто без тела сознание подавать. Да, конечно. До второго пришествия. Да, именно так. А потом это сознание сойдет с небес получить тела. Это не сознание сойдет, а душа, которая осознает. Душа. Это вторая станция. Душа. Думаю, что свидетели говорят... Не надо говорить про них, это еретики там. Дело в том, что слово душа имеет 18 значений в Библии. Допустим, с Яковом пошло 75 душ. Но не надо думать, что души сидели на верблюдах. Душа душой назван весь человек. Предпочтение дается второй, более возвышенной части. Человек душа и тело. Тело идет в прах, а дух идет в Богу, который дал его и Клистья спишет. Это так понятно. Яков говорит, с печалью сойду в преисподнюю к сыну моему. То есть они были в преисподних местах. Не мучились, конечно. Это Яков говорит в книге Бытия. Есть, ну, каждый есть душевный человек, духовный и плотский. Кажется, в одном случае душевный, это душевная мудрость там, и есть душевное, как бы, бесовское, и есть еще плотское. И там, ну, как бы, дает. То есть человек как бы причисляется к трем видам. Есть духовные, душевные и телесные. Это двойное. Душевное, это и есть телесное. Думает только о сегодняшнем дне. А духовное, это возвышенное, рожденное Духа Святого. Духовное нужно сообразовать с духовным, Павел говорит. И поэтому люди, которые не духовные, они не понимают, когда им говоришь, а какой рай, какое воскресенье. Он не, он не может понять, ему не дано. А причина, почему? Он не прописан на небе. У него другое, другое место. И поэтому не надо на него ни злиться, ни ругаться, ни обзываться. Просто свидетельствуй. Нам дано свидетельствовать, а не обращать. И поведут перед царями для свидетельства, не для обращения. Почему? Потому что и сеющий, поливающий нуль, ничто. А все Бог возвращающий. Почему Феофан Затворник говорит благодать трех видов. Первое, это призывающее. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Призывающее к покаянию. Вторая, счастье, благодати, обращающее. На кого я возрю, Господь, над Духом, смиренного Духом. Он ему дает Дух Святой для покаяния. И третье, благодать освящающая. Вы освящены во Христе Иисусе. И хорошо, понятно. И вот еще один вопрос. И там еще один брат вам задался вопрос. Скажите тогда, пожалуйста, вот, 14 глава Кристиан, Первого Послания. Говорит апостол Павел такие слова. Итак, языки суть знамения для неверующих. Для знамения для верующих. Для неверующих, да. Так, вопрос. Как это, как это тогда? Вот как надо понимать. Для неверующих не для тех, которые говорят. вот, непонятно, непонятно, что иные говорят. Вот, для неверующих зайдут и увидят, что мы говорим на иных языках, это для них знамение. Нет, они скажут, не беснуетесь ли вы. Потому что евреи, евреи говорили, что Бог Иегова для них только послан. Что только Бог Иегова их любит. А это гои, скоты с человеческими лицами. Как у них в протоколах сионских мудрецов. Говорят, а почему они с человеческими лицами? Чтобы нам, евреям, было, говорит, не противно принимать дары от них, когда мы им имение будем приносить. Так вот, здесь, говорит, евреи-то их всех научили, этих язычников-то, что вас Бог не примет. И поэтому Бог давал знамение на их неверие. Это знамение. А Янглатау говорит, мне не надо знамение, я так верю. Вера превыше всего. Неверующие. Знамение для неверующих, для тех, которые не верят, что их Бог тоже принял, как евреев. Именно для них, для говорящих, а не для тех, кто зайдет. Скажите тогда, а что, значит, языки уже прекратились на это наше время? Чисто сейчас? Или как? Вы считаете? Так, подождите, вы ушли куда-то с экрана, вас не видно там. Вот так, посередке. Так, что прекратились? Языки? Да, да. И когда нужно, Бог это делает. И при том, это было неоднократно. Но это отдельные случаи. Вот, допустим, ну, я разговариваю с человеком, а он фронтовик был. И он говорит, когда шло сражение, и в это время немец в него штыком, а я, говорит, за штык ухватился, и стал ему говорить, что я не знаю. Его не убили, взяли в плен. И немецкий апостер стал говорить, вы немец? Он говорит, я не понимаю. Как не понимаете? Вы же разговаривали. Я не понимаю. Он отвечает через переводчика. А который его хотел заколоть, и говорит, он говорил на берлинском наречии. Это можно только чисто немец знать. И он сказал мне, ты убьешь меня, живой не выйдешь. Я служитель Божий. Вот как было. Я могу сказать, что это действительно так. Действительно так. Такие случаи есть. Внезапно Бог дает человеку, когда ему надо, и нет никого больше. Он один. И Бог тогда начинает через него вещать. И еще у меня такой вопрос. Христос, сказано, первенец из умерших. Ну, там, чтобы ему было все первенство. А тут, когда он умер, а гробы открылись, и воскресли там многие святые. Как это понять? Тут он еще не воскрес, а они прежде него воскрешаются. Вот когда говорит он... Я объясняю. Первенец из умерших, это означает в подлинном, полном смысле, который не умирает. О которых Илия воскресил, который воскресил там Елисей, Павел, Павел-то это позже, то эти люди снова умерли. И когда гробы открылись и явились во Святом Граде до воскресения, они явились, засвидетельствовали и опять умерли. А Христос, первенец, который никогда уже не умирает. Подлинное, стопроцентное воскресение. А это временное. Вот какой смысл. Ну, а когда Христос вознесся на небеса, там, ну, в греческом переводе плени... Ну, я там читал так, пленил плен, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Значит, многие говорят, что он тогда изобрал тех, ну, святых, которые до него были, которые воскресли. Да, правильно, это правильно. Почему? Потому что они были пленники. И он пленил уже плененных, как Авраам, когда напал, и плененных теперь пленил уже в свои руки. И он их вывел из ада тех, которые ждали его. Вот как начиная от Адама. А иные говорят, всех вывел. Нет, не всех. Тех, которые ждали. Ждали его, которые веровали в него. Хотя, из них отдельных выделяет апостол Петр во время строения ковчега, когда восемь душ спаслись от воды. А почему? Потому что стоял вопрос. Ну, ладно, другие не знали, но этим-то Ной проповедовал. А как с ними? Он говорит, и их так же вывел. Короче, я понял правильно, значит, они были, как бы, в плену аду плен ада и похватили. а он этот плен пленил снова, пленил плен. И дал разрушить. Но только души, тела не воскресли, тела не воскресли. Ага, тела... Тела в последний день. Будет одно всеобщее воскресенье. Никакого тысячелетнего царства не будет. Это обман. Тысячелетнее царство началось на Голгофе. На Голгофе. И оно идет сегодня. Люди никак не могут понять даже этого. Как так? Я говорю, скажите, есть первое воскресенье блаженный свят, имеющий участие в первом воскресенье. Ну да, 20 глава Откровения. А если первое воскресенье, значит, должна быть первая смерть. Ну а чего воскрешать-то? Ну правильно, а когда? Адаму сказано было в день, когда вкусишь, смертью умрешь. Адам после этого еще 900 лет жил. Но он духовно умер. Почему в 15 главе у Луки написано «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И послание к Ефесянам, 2 глава 5 стих, говорится так «И нас, мертвых, по преступлениям, мертвых, по преступлениям, оживотворил». И вот все это вот первая смерть, о которых оживотворил Духом Святым, он получил рождение свыше Духом Святым. Это первое воскресенье. Блаженный свят. А говорят «Огъешь тысячелетие царства». 2 глава 14 стих, послание к евреям. «И как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял он ее». Откуда? Ну через дело Марию Дух Святой сошел, воплотился. «Дабы смертью Своею». «Лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Где он его лишил силы? Ну на Голгофе. Смертью смерть попрал. Зачем бы мы пели это? И раз он там его лишил, то связал. Связал не дает силы. А как бы он мог расхитить вещи, если прежде не связал? Это 16 глава Евангелия от Матфея говорит. «Он не мог бы вывести, пленить плен, если прежде не связал сильного». Вот где он связан, началось тысячелетие царства. Тысячелетие царства это время Евангельской проповеди, которое продолжается до самого страшного суда и заканчивается за 3,5 года время Антихриста. Почему? Потому что сказано «оставьте расти на поле стернии и пшеницу». До жатвы. До жатвы. Не так, что за тысячу лет пшеница. Даже наоборот. Сначала плевело соберите. Поэтому здесь протестанты на 100% ошибаются. А что такое плевело? Как понимаете? Плевело – это грешники, грех, грешники, которые совершают неплодоносные дела. Ну, у них эти плевело, как понимать? Они входят в церковь, это в церкви у них есть или это вне церкви? В мире, в мире. Во всем мире. И в церкви таких хватает. А что толку-то он пришел-то? Он крещение принял, а он мертвый. Его видно. Он мертвец. У нас только две должны быть, две задачи. Первая – родиться свыше от Духа Святого. И вторая – быть Вадимом Духом Святым. Почему к Риммам в 8 главе 9 стих написано «Кто Духа Христова не имеет, тот не его». Вот об этом Серафим Саровский говорил. Главная цель жизни – стяжание Духа Святого. В этом весь смысл жизни нашей. Ну, а Дух Христов и Дух Божий – это один, тоже или это разница? Нет, это одно и то же. Дух Христов, Дух Божий, Дух Святой – это одно и то же. Да? Да. Потому что я с одним разговаривал, он говорит, там есть разница, потому что в Старом Завете был Дух Святой, он разрешал, даже помогал убивать людей, там, ну, Самсон, или исполнялись Духом, а здесь исполняется Духом, человек сам как бы становится жертвой, разрешает, чтобы они, то есть, не сопротивляться. Там помогал, говорит, это разница, потому что Дух Христов, это так, уже такое дает излияние, а Дух Божий мог, я знаю, правильно это или нет? Нет, абсолютно неправильно. Дело в том, что Ветхий Завет был где-то водителем, нянька, а поэтому на уровне няньки в первом классе один и тот же учитель преподает по-разному, по его уровню развития. И поэтому задача, ну, грубо сказать, задача Духа Святого была в том, чтобы нас подвести к воскресению Христову, чтобы поверили. И все пророки, все жертвы, все говорило о том, что придет Мессия, что ягненок кровью агнцев не избавляется человек от греха, а кровью Единородного Сына Божия, который взял на себя грехи мира. И вот мы должны понимать, теперь с нами как с совершенными говорит. Вот когда субботники говорят, ну, и адвентийцы седьмого дня, что вот заповедь, суббота, она необходима, а баптисты говорят, не надо никакого, это кончилось, ни правы, ни те, ни другие. Дело в том, что это заповедь вечная, но она имеет новозаветную высоту, потому что слово покой, шаббат, мы получили только во Христе, когда он кончил проповедовать, и воскрес, воскресный день. Вы, возрадуйтесь, а мир печален будет. Жена, когда родит, не помнит себя от радости. А где? Где? Когда новый человек родился? Когда человек воскрес из мертвых. И поэтому суббота показывала на воскресенье. А как же в Ветхом Завете написано было не уби, а других можно было убивать. А нам написано накорми врага. Гневающийся на брата уже является человеку-убийцей. Там написано нефребодействуй, а у нас другая планка даже не по мысли, даже не пожелай. Вот как. То есть это та же самая заповедь, но она возведена на высоту Духа Святого к новому человеку, рожденному. В Новом Завете Павел говорит, в Ветхом Завете было сказано нехорошо человеку оставаться одному. И вот я был на свадьбах у баптистов, у 50-их, и все говорят. Я говорю, а почему вы дальше-то не говорите? Это было сказано ветхому человеку, когда никого на земле не было. А в Новом Завете Павел говорит, хорошо им остаться, как я. Не женатый заботится о Господнем, пойми. А женатый как угодить жене? И ты заранее знаешь, что никогда ей не угодишь, если ты, конечно, не подкаблучник. А если подкаблучник, она тебя замнет. Это самое греховное существо на земле. Лучше со змеей, с медведем жить, как Соломон говорит. Горьше смерти женщина, как говорит Серахов. И поэтому мужчина, да она большая власть. И ты не позволяй ни одну минуту, чтобы она командовала тобой. Написал письмо, она написала. Пока аминь ты не поставишь, она не должна его отправлять. А если не подчиняется? Как сегодня не хотят зоны подчиняться? Ну, я вам скажу как. Я сажусь, я иду на стройку. Я строитель профессиональный. Работаю. Бетонщик, там, печник. А жена в это время стоит рядом и какое-то высказывает недовольство. Я положил ложку и стал молиться. Говорю, я обернулся, она стоит рядом, молится. и опять сел за стол. Она опять, как по-русски говорят, бухтеть начинает. Я опять встал. То есть, оружие одно дано, молиться. И, наконец, третий раз, я уже некогда садиться, я ушел. Теперь она переживает. Такая тяжелая работа. Я бетон тачками вожу там. Я без обеда. Все. Она замолкнует и теперь целый год помалкивает. Жена даучится в безмолвии. Учить жене не позволяю не властвовать над мужем. Так закон повелевает. Поэтому мужчина, который жене подчиняется, он не имеет права называться мужчиной. Он подкаблучник несчастный. Ну, а тут, когда говорится приветствую тебя, там, диакониса церкви Энхрейской, значит, говорят, что она была как бы, ну, там, возможно, не было пресвитера, так она как бы была главенствующей церкви. Перестаньте. даже говорить не это. Они помогали ухаживать за бедными, которые кормить там что-то и кое-что помогали во время, когда, ну, считаем, и хакилла, и прескила, андроник и юния. Они помогали Павлу имением, своим достоянием. Ну, как женщина Елисеев говорит, давай построим ему тут комнату, поставим ему компьютер, чтобы у него все стояло на столике. Вы помните? Ну, я по-своему говорю уже. И они сделали так. Какой-то женщине он дал, что ребенок-то родился, а потом он умер. Просто там еще такие моменты в Евангелии есть. Ну, например, жене не позволено, а в воскресной школе примерно детей ей позволено учить? Позволено, но в церкви жены домолчат. Она должна быть всегда в платке. Вот мусульмане в данном случае в примерном. Посмотри, как они целомудренно одеты. Мы проехали с благой вестью, вот мы проехали, я живу в Барнауле, проехали Владивосток на Ходка, посмотрите где, Тихий океан. Мы прошли всю Россию, прошли Турцию, шести мусульманских республик, дошли до Лиссабона, через Испанию. Прошли полностью Скандинавию, через Прибалтику и на север. То есть это четыре года у нас ушло. Я в каждой библиотеке стране дарил свои 38 книг. И везде проповедовали, благовествовали. Ну, а то, что верующие жены, они наденут просто косинку сверху прозрачную. Говорят, там написано, оба покрывала, значит, она есть покрытая. Ну, не покрывается, как мусульмане, например. Они говорят, хватит так покрыться, то, чтобы покрывало было. Это правильно? Неправильно. Вот говорят, а с какого времени надо учить ее надевать? Я говорю, как только родила, и к груди подносишь, надень платочек. По-другому никак. Я беседую с муллами. Ну, в мусульманском доме ночую у муллы мусульманского. Мы беседуем с ними. Я говорю, скажите, уважаемые, а какой процент у вас девственности, когда она выходит замуж? Они меня не понимают, о чем я спрашиваю. Как это так? Ну, вот у нас в восьмом классе, а там уже трудно найти, чтобы она была девственница. Вот Людмила Плетт, такая есть проповедница протестантов где-то, она как раз между нами девушками, девочками, очень хорошо говорит. Я даже дал отзыв и сказал, у нас и патриарх так не скажет. Как надо беречь себя? И они стопроцентные. А у нас еще сравнивают это, не с чем сравнивать. И поэтому мы проехали, мы видели там, какой это народ, как они одеты, какие они благочестивые. Нас русская мафия задержала в Турции, мы не могли двигаться. Мы 12 часов стояли на верхотуре и молились. И сердца турок всех обратились к нам. И турки начали нам помогать. Кто еще несет? Вот как Бог делает. Молитва. Ну, один рассказывал проповедник, что был, когда Чеченская война, так он и шел туда проповедовать мусульманам. И там говорят ему в блокпост, не ходи, там эта дорога смерть чеченцев убивает, нападает всех. Говорит, я иду. И говорит, мы едем, и там человек 20 с бородой этих боевиков. Кто такие? Значит, мы там проповедники, мы что ведем? Мы несем весть мира. Мира каот имени Христова. Значит, обыскать их, кажут, нас обыскали, деньги все забрали, увидели в нас оружия нет и говорят старшему, что с ними делать. Ну, если у них мир, говорят, пусть идут, творят мир и поверни им деньги. А говорит, через, где-то через, какое-то время, где-то через километров 20, то же самое русские нас говорят, останавливали там майор, говорит, матом ругаются, чего вы сюда полезли, все туда, у нас обыскали, говорит, деньги все забрали, а потом а с таком Христом большим на груди. Я ему говорю, слушай, ты ж православный, верни нам деньги, как мы будем ехать? Да плевать ли я на тебя, я тебя сюда не посылал, я, мне здесь дети есть, мне надо людей кормить, иди, что живой остался. И он говорит, что мусульманы лучше обошлись с ними, чем, говорит, наши православные христиане. Знаете, что, когда мы собирались в это, на нашу миссионерская поездка, нам говорили, мне говорили, вы, вам-то все равно, вы все, лезете, где умереть можно за Христа, ну не трожьте молодежь с собой-то. Я скажу, что ничего опровергать не буду, что в мусульманах говорят, головы режут, но с нами нигде так не было. Мы прошли, повторяю, шесть мусульманских республик, молились в мечети, ночевали в доме муллы, они нас снабжали, что только могли дать. Это все мы засняли на видео. Вот мы находимся в Махачкале, а там тревожная обстановка, везде стоят с автоматами, а там даже со снайперскими винтовками. Говорят, сегодня вот в храме убили священника, вот то другое. Ну мы заходим в библиотеку имени Расула Гамзатова, и видно, стрелка идет, и написано комната намаза. Ну мы проходили мимо и так дернули, закрыто. Когда книги им сдали, а книги-то у меня все, в каждом томе у меня три тысячи ссылок на Библию, только на Святую Библию. Ну мы спросили, сфотографировались с директором, можно ли там зайти в комнату, он говорит, разговоров нет. Пока мы шли по коридору, ее уже открыли. Мы разулись, как у них положено, и дальше стали молиться. Ну мы православные, мы крестились рукой, и стали молиться о мире для этой земли, чтобы Бог дал познать истину во Христе. То есть просчитали Отче наш. Помолились и все засняли там на видео, у нас ролик стоит такой, и мы вышли. Видите как, вот мы едем там Тирасполь. И вдруг остановка, стоят машины военные, там танк стоит, натянутся все, вы куда прете? Там русские. Да как куда? Мы вот едем, мы благовестники, мы несем благую весть о Христе. Тут дороги нет, назад поворачивать. Так, а ну-ка обыскать. Нас обыскали, посмотрели. И Господь тронул их сердца так, что они позвонили, и теперь нам нужно проезжать обратно, кругом, в Тишинев проехать. А мы едем-то с Европы. И нас больше никто не трогал. А эти едут-то, богомолы. Ой, как ваххабиты вы похожи на них, на нас. Мы все с бородами. Ну, видите как, раз на раз не сходится. Но с нами мусульмане обращались намного лучше, чем наши русские. Особенно на Украине крохоборы. Сколько раз мы туда-сюда проезжали, и каждый раз они старались с нас что-то выжить. Вот у меня едет с нами собака, нас трое. Собака не просто собака, чемпион России по охране. Ну, потому что мы ночуем-то в лесополосах везде. И вот привязались не того цвета бумага, а у него чип есть там, прививки, все, все документы на иностранном языке. А у меня пробивной снаряд был, изданный Новый Завет, с полным толкованием, с откровением, трехтомник. И впервые за 2000 лет вышел такой труд. 240 иллюстраций Гюстава Дарерд нами раскрашены. Вообще чудо божье. Ну, я тогда взял и зашел в этот ветеринарный пункт, ну и дал. Ну, а это 3000 рублей я сразу отдал. Другой, я тоже хотел бы получить. Понимаешь как? И вот сколько мы ездили там по Украине, и везде вот они за деньги. Пугали Польшей. А там самые легкие пройти было таможню. Очень легко. Вот где, что говорили, я никого не оправдываю. Говорили, вот в Швеции, вы знаете, там так, тот, тот, в Данию мы заходим. К нам другое отношение. Вот совершенно другое. Мы везде открыто молились. Если мусульмане где-то на остановке, и мы молимся, они молятся. Нас в обиду никто не даст. Мы это знали. Мы с ними встречались и во Франции, и везде. К нам другое было отношение, потому что мы держались принципа. 118-й Псалом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Мы всегда молились 7 раз на дню. Мусульмане очень любят, когда видят русские молятся. Они впереди машину посылали, сопровождали нас, чтобы никто не тронул. Это очень ответственные люди. Я говорю не где-то, а Турция, с той стороны Черного моря, когда мы проходили. Это трудолюбивый народ. Ну, монахи просидели в келях, не проповедовали, вот и пришло мусульманство. А были бы благовестники без монастырей-то. Как Андрей Кураев говорит, Мухаммад умер в 632 году. За 6 столетий ни одного проповедника не послали к ним. А встретились уже под Константинополем, когда пришли головы резать. Хорошо ли это? Вот как дело это обстоит. Да, если Божья рука охраняет, можно. Ну, и еще один вопрос, ну, например, это тысячелетие касается. Вот, например, субботники говорят, вот видите, написано, будет там храм новый, течь река, будет, будут строить доманина, разрушения, потом говорят, будут уходить от субботы до субботы, от месяца до нового месяца, значит, и они говорят, вот видишь, суббота остается всегда, и даже там будет еще почитаться, ну, они говорят тысячелетие. Ну, есть, я смотрю, есть такое написано в Библии, ну, а здесь как быть? Здесь говорится о том, что здесь на земле, когда люди уверуют в духовном плане, я сказал, что суббота означает, это покой от греховных дел, освободил от всего. Это покой-то от чего? От служения дьяволу. Господь прямо об этом указывает нам. А там ничего этого не будет, там храма, говорит, не будет, не будет, ибо храм сам Господь. Они совсем заблудились. Я, к слову сказать, у святников этого нет, это у свидетелей Иегова такое учение, что строить будут, и там безвредно не будет там выхлопных газов. Я с ними сидел в тюрьме, когда за слово Божие меня посадили с иговистами. Просто я, ну, я там и это добавил эхо в строительство. они за субботу мне говорили, там новомесседжи, суббота будет. А это очень вы правильно сказали, потому что у меня один субботник, он говорит, вот видишь, суббота написано заповеди, соблюдаю, ну, там, 10 заповедей, а четвертая заповедь, да будет тебе от рада этот день. То есть, в этот день человек должен субботу радоваться. теперь, как я понял так, что, как вы говорите, значит, они-то мир весь радовался, то есть, евреи за субботу радовались, а апостолы в то время были унылые, не рады. Для них это не было в радость, а в радость для них уже настало воскресенье. Именно так. Значит, как бы продолжение субботы, там радость в субботу, а здесь радость пошла уже в воскресенье, ну, можно сказать, даже большая радость. Да, об этом не надо даже думать никак. Вот смотрите, давайте немножко прочитаем и вернемся. Псалтирь, псалом, 117-й, я немножко прочитаю, тут все понятно будет. Он пророческий псалом. Вот смотрите, да скажет ныне дома Ааронов, ну, и все это он говорит и потом говорит. Славлю тебя, что ты услышал меня. А 24-й стих. Сей день сотворил Господь, возрадуемся, выселимся вон. И какой день? Мы не знаем, но сейчас мы увидим. О Господи, спаси же, о Господи, спаспеши, и стуй же. 26-й стих. Благословен грядущего имя Господня, благословляем вас из дома Господня. Бог, Господь, и осиял нас. Держите верными жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты Бог мой, буду славить тебя. Ты Бог мой, буду превозносить тебя. Славьте Господа, ибо он благ, ибо век милость его. В какой день возрадовались? В пятницу они печальны были. Речь шла о воскресенье. Где Голгофа, там и воскресенье. Вот день радости. Уже пророк, псалмопевец, сарь Давид говорит об этом. Ведь жить верными, жертву, жертва Господь. Жертва божественная. Он божественный агнец. Это 1.29, Иоанна написано. Да. А еще так, ну, где бы, ну, например, я там видел ваши сайты. Так, вы ушли куда-то, совсем не видно. Опять кверху поднимитесь. Вот так. Во-во, хорошо. Так, говорите. Там читали у вас, на сайте есть у вас, ну, потолкованное Евангелие. Ну, где-то у нас, на Украине, можно приобрести бы вашу, ну, я могу сказать, в Киеве, в Киеве находятся в национальной библиотеке все мои книги, в парламентской, в Киеве в двух, в Харькове, в Одессе, в Николаеве, то есть, я могу сказать, мы Украину, до этой смуты, до Майдана, мы ее сколесили вдоль и поперек. А кому надо, вот сегодня мы отправили только в Америку, в Америку. Мы каждый день почти отправляем. А всего-то у меня, ну, тираж-то, три тысячи, а некоторые по тысяче. И берут Новый Завет. Полное толкование Нового Завета с Апокалипсисом вместе. Он впервые вышел до 2000 лет, а то мы его издали. Он издан, его видели в библиотеке у Путина, у Медведева, там, я дарил. А остатки, вот маленько, я 9 десятых все время, ну, 90% книг подарил, а 10% это те, чтобы маленько как-то покрыть расходы. Так что, при желании можно приобрести. Хорошо. Ну, этот субботник, он, сильно, он, выгорчается, он, я ему рассказал о вас, он говорил, ну, если будет возможно, я бы тоже, он бы хотел с вами, может быть, когда-нибудь он поговорит с вами, пускай, вы ему несколько откроете. Я очень хорошо их знаю, они хорошие люди, они ревностные, они тружени, понимаете, с чистой жизнью живут, не пьют. Они, когда я у них был, проповедовал, то приехал там Волкославский, это у них профессор в Заукской академии, Бутов приезжал у нас тут, я посещал до конца их все, сколько было, они дворец спорта откупили, 100 тысяч каждый день они платили, по 100 тысяч каждый день. Хорошие проповеди были, но они нуждаются в помощи. Понимаете, вот душу не признают, как не признают, что у меня душа, я тогда таракану подобен разве? Никак, у человека душа, а у баптистов в этом отношении расхождения нету, они верят во Святую Троицу, но вот обычно, как люди впадут в заблуждение, ну, какая-то там секта, отречение, они назад не возвращаются, а у адвентистов это единственный случай, у них в учении было, что Троицы нет, а сейчас они приняли это учение, это вообще дива Божья, единственный случай, который знаю в мировой практике. Они абсолютно правильно стали проповедовать о Христе, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой Синий три суть едина. Прямо называют Троица, и некоторые от них отошли, вы, говорит, свихнулись за баптистами вместе, за православными. Да, но это очень тяжело понять, это триединство. Да, не надо понимать. Иисус Сын, Он был Богом. Да, написано так. И там, говорит, придем и убитие в нем сотворим, значит, придем мы все трое, Отец и Дух Святой. А потом задают многие, и вот у нас есть и такие, которые появились недавно, ну, может, где-то несколько лет, их называют единобожниками. А я встречался с ними. Я у них проповедовал, я их знаю. Да? Да. Их называли единственники. А, един, у нас говорят единобожники. Ну, 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 ну. Единобожники это мы. Мы верим в единого Бога. Это мы все православные, все единобожники. И вы единобожники. Ага. Вот смотрите. Ну, если немножко так прочитать. Сейчас я прочитаю. Открыть хотел. Подождите-ка. Пророка Исаию. Вот. Девятая глава, шестой стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, то есть на плечах. И нарекут ему имя, двоеточие, чудный, советник, Бог крепкий. Ему, рожденному, Бог крепкий. Прямо уже пророки говорили. Отец вечности. Князь мира. Князь мира. Он однажды встречался с князем смерти. Когда наинской вдовы хоронили. И он остановился и воскресил. Помните такое? А Отец вечности там, они говорят, Отец вечности, это Бог Отец, Отец вечности. И Христос. И Христос. В нем все. Это непонятная, дивная тайна, и нельзя туда в ум проникать. Никак. Вы знаете случай, как был с Боженом Августином-то? Он шел по берегу моря и думал, ну как вот, один Бог, и Бог Отец, и три на небе свидетельствуют. И видит, мальчик маленький тут играет. Он остановился, он выкопал песочек, там, метра за два от волны. И раковины поднесет, вылет, опять бежит, ну а что ты делаешь? Он говорит, я хочу вычерпать море сюда. Он говорит, во-первых, протекает, а в те этих оно не вместится. А как же ты решил в забывшую память, в ограниченный разум вместить необъемного Бога, который больше океана? Он только встряхнул головой, то никого и нету. Бог послал ангела и вразумил его вот так. Да. Хорошо. Ну еще там вопрос за языки, там, вот был такой случай у нас. Ну, это говорит, и шел, и там один, ну, говорит там за языки, что языки, если у нас где такое написано? Ну, она католичка. Он ей говорит, вот, прочитай это. Ну, корректина прочитала за языки. Говорит, а это что? Правда, что языки могут и сейчас действовать? Он говорит, да, так написано. Ну, если не веришь, помолись Богу. И она говорит, рассказывает. Я пришла, открыла это место, начала читать, и говорю Богу, если это правда, то подтверждение дай мне языки. И говорит, чудо, кажется, я уснула, на другой день встала, молюсь, и вдруг, кажется, я начала молиться на языках. Ну, как бы подтверждение, что это не прекратилось. Ну, это не подтверждение. Никакого подтверждения нет, что это от Бога было. Вот у православных мироточиво иконы. Вдруг икона мироточит. Сухая доска мира идет и идет, благоухает. Ну, столько икон мироточит. Это в одном Иваново уже около 30 тысяч. Ну, и тогда составили по благословению патриарха Алексея комиссию особую. И там биохимики, биологи, там и архитекторы, кого только не было. Ну, и сопредседатели Иоанн Экономцев, архимандрит, и Павел Флоренский. Это новый, это внук того Павла. И вот они долго исследовали химический состав. И вывод такой сделали. Это комсомольская правда напечатала. Не нечистая ли сила над нами издевается, а мы голову ломаем над этим. Идите и проповедуйте. Всыпились в иконы-то. А они, православные богословы, и они к этому пришли. Вот и все, так это языки, там от Бога. А зачем ты искушаешь Бога? Зачем они тебе нужны? Она не знает. Когда беседовали с писятниками, писятник это моя духовная родина. Я там обратился. Ну, можно я еще докажу до конца. Ну, это было, ну, коммунистические времена. И говорит, она жила там в городе, где-то на третьем этаже. А напротив квартиры ее находилась квартира еврейки. Ну, а она еврейка не знает, не понимает и никогда не слышала. Поднимите маленько голову. Вот так вот. Вот так. Говорите. И говорит, когда я захожу, встречаюсь с ней, и вдруг что-то мне внушает молиться, говорит, на языках. А она говорит, ну, как-то стыдно, ну, как человек, там, а еще в эти времена, говорит, ну, я быстрее открываю ключом квартиру, забегаю, чтобы помолиться в квартире. И это было несколько раз, когда именно с ней я встречаюсь. И потом говорит, ну, я ее увидела, она открыла свою квартиру, я быстро свою за собой, дверь не закрыла, и на колени стану, и молюсь, говорит, молюсь, здесь меня никто не слышит. А потом, когда я оглянусь, смотрю, а еврейка это надо мной, мне аж стыдно стало, еврейка надо мной это говорит. И говорит, слушайте, вы еврейка? Она говорит, нет, ну, вы мне правду скажите, ну, еврейка-то не всегда открывались, ну, свою-то, вы, еврейка, вы на моем чистом языке, вы такое говорили о божьих делах, о покаянии, о принятии Христа, как же вы это сказали, меня это так тронуло, эта еврейка потом, ну, стала христианкой. Ну, вот такой случай был. Это не случай, это рассказ такой. Я их знаю. У них очень разные, вот это база. Но она сейчас свидетельствует, что это через нее так было. Это она говорит так, она. Я с ними на собрании, я расскажу, как у них. Я, потому что они в разных городах, и в Харькове, и в Киеве, среди 50-ников был. Они знали, что я православный. И как свидетельствуют они? Я говорю, скажите, у вас толкователь есть? Есть. А кто? Начинает на кого-то говорить. И вот у нас заходит один, и когда стали молиться, православные-то, и он на ином языке стал говорить, а они начали толковать. Это он сказал так-то, вот так-то там, ну, и все толкует. Он говорит, да нет, я просто еврейский язык изучал, это молитва заупокойная. Уже не... Он говорит им, Олег Стеняев, это миссионер православный, они ему не верят. Он говорит, это молитва, я наизусть ее знаю, потому что я еврейский язык, мусульманский, там, арабский изучал. Их нельзя убедить, они упорны, как старообрядцы. Вот он... Нет, но у нас еврейский язык не понимал, они с ним учили. Так его, они не понимают, толкователи-то, она не понимает, она рассказывает, у меня нет основания верить. Ну, допустим, было, о чем это говорит? Единичный случай, он может быть, я вам говорил. Если это так, но как в большинстве случаев говорят неправду. Говорят неправду. Потому что толкователь есть. Ну, хорошо, толкователь есть. Написано, духи пророческие повинуются пророкам. И вот они все вместе загаркотали. Я говорю, ты можешь остановиться? Не могу. Но там, это не от Бога дух, если ты не можешь руководить. Все, а написано, поврось, и два или три всего за богослужение. А если толкователи молчат, они толкователи ничего не понимают, все крещат. Вот, мы в Новосибирске, я с ними нахожусь, с пятьдесятниками. Он Павел, а жена, не знаю, Нина или кто, она там. И вот, она, фатер-фатер, мутер-мутер, ой-ой-ой-ой, приди, 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 уйди, уйди, уйди. Я говорю, что такое? Да я уж ей говорил, я не знаю еще как. Таких заблуждений масса. Они не знают, что говорят, зачем говорят. Это от лукавого. Когда по Божьему, вот я вам рассказываю случай, вот, это явление редкое, но оно бывает. Это бывает где-то. Почему? Потому что меня на этом Бог задержал. Я очень искал Бога. Но я много занимался языками. Я у немцев проповедовал, самостоятельно изучил. Английский, французский занимался, испанским. И когда мне показали главу, я Евангелие-то в руках не держал. И когда показали, что заговорили, я говорю, как, не учились и сразу? Вот я приехал в страну какую-то, за три с половиной месяца я уже по их разговариваю. Это невероятно. В школе не было иностранного языка. А они говорят, нет. Сразу заговорили. И вот на этом, на второй главе Деяния Апостолов мне Бог дал полное, абсолютное покаяние. Но я никогда не буду отрицать то, что было тогда. А сегодняшнее я имею право проверить. Она говорит, одна толкователя, нет. Написано молча. Она говорит, а я не могу молчать. Ну, что тебе доказывать еще? Ну, есть еще такое написано, не всякому духу верьте, но испытывайте духом. И есть еще там так написано, как распознать, если дух исповедует Иисуса Господом, значит, это от Бога, но пришедшего во плоти. А теперь много, какого не спроси, говорит, да, я исповедую Его Господом. Тут уже как-то тяжелее по этому стиху разобраться. Говорит, мы все исповедуем Иисуса Господа, пришедшего во плоти. Даже свидетели те говорят. Не надо отрицать этого. Вот этот момент, когда исповедует, это от Духа Божия. Вот, допустим, доброе дело делает фашист. Или коммунист. Или мусульманин. Всякое доброе даяние от Отца Светов. И с этим нельзя спорить. Написано. И вот я в пяти университетах вел занятия, там радиопрограммы три регулярно вел. И в это время спрашивает, ну, вот тут баптисты, они имеют Духа Святого или не имеют? Ну, православные точно знают, не имеют. А я отвечаю, имеют. А почему? Они признают Иисуса, пришедшего во плоти. Его можно только Дух Господний назвать. Но на ней эти ступеньки засохли, дальше не идут. Вот момент, когда признание, это от Бога. А дальше человек свое «я» опять, говорит, подтягивает и начинает по-своему. Момент обращения, признания Христа истинным спасителем, это от Бога, от Духа Святого. Кто бы он ни был. Получается так, что они все, как бы, застыли на бладенческом уровне. Именно так. А к совершенству не идут. Не идут. Ну, не идут, потому, я и сам на этом думал, потому, что об этом никто не учит, как это к совершенству. Надо, говорит, твердую пищу, ему давай, он ее не скушает. Знаете, почему? В ветхие мехи новое вино не вливается. Потому что надо три ступеньки пройти. Первое, отвергнись себя, своего я. Отвергнись и сначала узнаешь, чего он состоит, упрямство, какое знание твои там, видения вот эти разные. Отвергнись. Второе, возьми крест. Благодари за болезни, за врагов, которые у тебя, за все прославляй Бога. Это суды его над нами совершаются для пользы нашей. И третье, следуй за мной. А если этого нет? Нет, тогда ничего. И когда апостола Петра спросили, а что нам делать мужебар, братья, Деяния 2.38, он говорит, покайтесь. А баптисты все остальные добавляют для прощения грехов. Я говорю, нет, покаяться, это осознать себя, что ты погиб. Второе, и докреститься к каждой из вас воизма Иисуса Христа для прощения грехов, вот для прощения грехов, запятая, и получить дар Святого Духа. Не надо менять местами. А я говорю, вот у вас в крещении грехи прощаются? Нет. Ну почему? Ну потому что в покаянии, а крещение это обещание Богу доброй совести. И все? То есть значок, не университет. Не так Слово Божие учит. Мы видим, вот Савл идет, грозная сила на Дамаск приближается, и внук упал. И 22 глава 16 стих, где они говорятся, приходят к нему Анания и называют его братом. Брат Савл, что ты медлишь? Три дня медлишь, ты можешь умереть. Ты в грехах еще. Так он покаялся. Слушай внимательно. Встань, запятая, крестись и омой грехи твои. Что непонятно-то? В крещении грехи... В воде как? Омываются и грехи? Это не я говорю, Дух Святой говорит. Встань, крестись и омой грехи твои. 22.16 Деяния апостола. А Петр отвечает, и докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Ну куда эти слова? Для чего крестится? Прямым текстом написано. Толковать не надо. Для прощения. Для умения и прощения. Так написано. Вы, говорит, омылись, осветились. Как омылись? Осветились в купели, крестились в смерть Христа, полное погружение. Не как у баптистов, атака прокидывает на спину. Человек должен прямо стоять. Почему? Потому что мы крестились в смерть, а Христос умер на кресте прибитый. Простой человек, он падает. А как надо креститься? Прямо. А это положение во гроб. Крестились в положение во гроб, не в смерть. Даже этого не знают. И говорят, у нас дом молитвы. Я говорю, с чего ради? У вас молитвенный дом. А какая разница? Нет, они говорят, что сначала надо человеку умереть, ну, примерно от греха умереть, а крещение это уже мертвого погребает. Значит, они говорят, что живого нельзя погребать. Надо выдумать, написано к римлянам, 6 глава, 4 стих. Все крестившиеся в смерть его крестились. В смерть. Зачем слова пустые говорить? За каждое слово дадим отсчет перед Богом. Я свое-то не ищу. Так написано, и на этом конец. Ну, а еще об этом, ну, например, Иоанн крестил, а ученики его уже, там они перешли к Христу, а, например, не написано, чтобы они крестились еще раз. Обязательно крестились. Все крестились. Потому что Иоанново крещение прощения не давало. Оно только говорило, чтобы верили в грядущего за ним. Без крещения нет спасения. Крещение это третья ступень рождения свыше. Третья, заключительная. От воды и духа, кто не родится, не увидит Царствие Божие. Значит, это не есть тогда, когда именно в воде тогда рождение. Значит, там идет как бы не сразу все. Нет, не сразу. Первое для рождения свыше нужно, чтобы ты понял, что ты грешник, погибший окончательно. И надо понять Бога. Бог никому ничего не прощает за так. У него нет у Бога свойств. А Бог что, не всесильный? Всесильный, да не все. Он многого не может делать. Он, написано, не может отречься самого себя. Он не может солгать. Ну, вы читали, это в Библии написано. Это надо просто знать. И поэтому Бог никому ничего не прощает. Так, почему? Римлянам 6 глава 23 стих говорит «Возмездие за грех – смерть». Смерть! И Бог не может простить. У него свойства такого нету. Он Бог. Бог истины. Ничто нечистое не может войти в Царствие Божие. 21 глава 17 стих Откровение. Не может. Бог чист, Бог свят. И Он усматривает погрешности в ангелах, говорит. Даже в ангелах. Даже на солнце пятна видит. Хорошо, я понял. А как понимать? Он умер за грехи всего мира. Значит, тогда, если мир грешен, Он умер или простил, тогда, ну как? А как? Значит, оказывается, все святые... Нет, они не воспользовались. Допустим, пришел указ в тюрьму. Вот я сижу, и в это время засчитали. Амнистия всем, а тот сидит, убил двух человек. Говорит, да это обман, да не верьте. И он не выходит. Они не воспользовались. Благодати Божией достаточно, чтобы всех простить. Всех. Миллионы галактик достаточно простить. Но иные его не приняли. Не приняли его. А раз не приняли, значит, благодать прошла мимо. Указ прошел мимо. Дель снова закрылась. Здесь как бы от человека. Да. Он как бы прощен, но не пользуется прощением. Да, он отверг. Он не принял. Он не поверил. Написано, неверующий Богу представляет его лживым. Он Богу как бы говорит, врешь, такой устав нельзя создать. Представляет Бога лживым. Неверующий. Вот первое, признать себя грешником погибшим. Окончательно бесповоротным. Православные этого не знают. Это они думают, я приду к батюшке, он меня и Петрахилию накроет, прочитает молитву и все. Я говорю, а куда грехи? Я батюшке сдала. Я говорю, что это, бычащие в шкуры, что ли, сдала? Грех не прощается. Он омывается только. Возмездие за грех – смерть. Мы омыты кровью Иисуса Христа. Написано первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Но тут два условия надо быть перед этим. Если ходим во свете, как он во свете, запитая, имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А без пролития крови нет прощения грехов. Вот это второе. Ты в это поверишь, что грех не прощается. И с неба сходит Сын Божий, принимает плоть и берет на себя грехи мира и мой грех. Я говорю, Игнатий, он умер за меня. А дальше, когда я его принял, теперь Бог говорит завершающе. Похорони ветхого человека в водах крещения. Когда мы скрываемся в воде, мы умираем, скрываясь от глаз, как Кирилл Иерусалимский говорит. Блаженность и филакты об этом. Да все святые отцы говорят. Когда я говорю о том, что надо крестить в полное погружение, я привожу 136 свидетельств. Это из чего? Из Святой Библии, из канонов церковных, 7 вселенских, 9 поместных. Жития святых, 1173 жития. И патрология, толкование, это 300 томов. А которые не хотят крестить, они ничего не делают. Ладошкой по голове, плати деньги. Это обман, стопроцентный. Если бы можно, ну это, с Библии назвать несколько мест о погружении Старого Завета, если указано где-то. В Новом Завете сразу переходим. Если надо Ветхий Завет, мы должны посмотреть. Все, что у нас в Новом Завете, оно было там, прообразовано. Там, в Ветхом Завете. Ну, я спрашиваю, скажите, вот Агнец Божий берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1,29. Вы куда-то ушли, вас нету совсем. Я закладываю на зарядку. Ну, ладно, заканчивать будем. Я говорю, Агнец Божий, что такое? В Новом Завете, если ты не знаешь Ветхий Завет, ты не можешь объяснить. Это ягненок, годовалый, неповрежденная кость у него, неподкастрированный. Когда выходили, пасху ели они. Согласен, да. А в Новом Завете ягненок. Куда ягненка положили? На жертвенник. А куда Христа положили? На крест. Крест – это жертвенник. Я говорю, а вы знаете, что в Ветхом Завете были скрижали? Ну, я разговариваю там с адвентистами. Вот скажите, вы верите? Да, конечно. А скрижали на что указывали? А на что? Не знаю. Я говорю, да на Слово Божие, на Христа. Он Слово, вначале было Слово, Слово было у Бога. И Слово было Бог. Ну, да. А скрижали где лежали? В ковщеге. Что указывал? Не знаю. Я говорю, на Богородицу. Он внутри ее был. И... Да как так? Слушай внимательно. Иногда говорят, у ней были дети. Вы исследуете? А почему, когда читаем первая книга Царств, пятая глава, жители Бевсомиса заглянули в ковщег? Они не смеялись, не плевали. И Бог убил 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч! И понимаете, даже в Сталинградской битве в один день не погибало столько. За что? А вот он завезет, и ковщег наклонился. Бог сразу убил его. Почему? Человеческими руками это не исследуется, не выправляется. Они не знают. Я говорю, скажите, а обрезание было? Ну, да. Что означало? Завет с Богом. А ребенок что-то понимал? Не понимал. Но если он не будет обрезан, да истребится душа-то. Написано? Да. А на что это указывало? На крещение. Где написано? Вторая глава Колоссянам. Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Вы вкрещены, Павел говорит. Они не знают Писания совсем. И поэтому здесь Евнух и Пилипп оба сошли в воду. Мы погребаемся. Должно быть полное погружение и без денег. Деньги, если за этот священник берет, это Симония. Его надо извергать. Хорошо. Понятно. Более-менее понял. Значит, еще такой вопрос. Например, я был в монастыре. И там шла литургия, причащение. Это был праздник Пасха. И после этого священник объявил, что надо будет еще елеопомазание там для больных. И вот я наблюдал такую картину. Один молодой, ну не молодой, где-то такой около 40 лет, с матерью, причастился к крови и тела. И потом хочет уйти из храма. А мать ему говорит, ты куда? Жди, еще будет елеопомазание. А он говорит, я не могу, хочу закуриться, я уже долго не курил. Значит, курение это грех или он просто по незнанию? Это самоубийство. А 12 лет жизни отнимает. Ну, это священника надо спрашивать, который допустил его до такого таинства. И когда допускают без этой семьи, Златоуст говорит, гибнет сам священник и того, кого допускают. Потому многие больные немало умирают. Они даже не понимают. Есть такое у нас житие, это 12 томов. И за 17 января там Макарий Александрийский, невеликий Александрийский. И он один только видит в храме, люди причащаются. А он видит, как ангельская рука берет причастие тела и уносит в алтарь. А людям эфиопы, то есть демоны, черти, в рот толкают уголь. Почему священники об этом не говорят? Кого они причащают-то? Кто причащает-то? Вот какое дело-то страшное. А вот вы сказали, Илья Помазань, это вечером в субботу. В воскресенье или на литургии этого не бывает. В воскресенье только ко кресту подходят. Это вы в субботу видели. А причащались на утро? Ну, а еще такой один вопрос. Я ему все время хочу сказать, и он все время у меня из головы выходит. Вот не пойму почему. Сейчас только что вы говорили, он меня опять, и опять мне из головы вышел. Наверное, у вас уже разрядилась и голова, и телефон. Давайте прощаться. Хорошо. Вы в каком городе живете? Я в городе, я в селе живу. А где, ближайший город какой у вас? У нас есть Ужгород область, это Закарпатская область. А, нет, там мы не были. Нам советовали, когда начался Майдан, чтобы потуда проехали мы, на Румынию. Но мы поехали через Турцию. Да. Мы проукраинский народ не отделяем никак. Это наш родной народ. Это один народ, это сатана разделил. Ну, как лучше. Вот теперь вспомнил. Написано, приветствуйте друг друга лобзанием святым. И вот, например, как правильно. Целовать уста в уста или в лоб, или как? Это лобзание понимать. Просто я хочу вам сказать, сейчас вот у нас был праздник. Я видел, пришел священник к священнику, но это не я говорю, а то мне один говорит. Понимаешь, я видел, они целовались, скажем, уста в уста. Ну и что, что целовались, так написано. Он говорит, нет, это мне подозрение дает. Ну, понимаете. Потому что теперь уже идет и грех этот. А в какой день это было? В какой день? На Пасху? Ну, я не знаю. Просто это он мне говорил, этот, ну, человек мне сказал. Ну, знакомый мне он и шел. И как раз видел, они как встретились. Ну, возможно, это было и на Пасху. Просто я не знаю. Ну, на Пасху можно всем целоваться. С девушкой можно целоваться, с кем угодно. Пасхальный один день. На пасхальный день. Но просто это уста в уста или в лоб. Вот у католиков специальная инструкция. Как? Какого возраста? Как целовать друг друга в щеку? Я тебя в щеку, и ты меня в щеку. Вот если вы бриты, я с вами целоваться уже не буду. Пока не будет бороды. Потому что образ Божий искажаете. Пророки все были с бородами. Апостол с бородами. И баптисты так их рисуют. Христос совершенный человек. С большой буквы. И он был с бородой. Я всегда привожу пример. Когда Дина, дочь Якова, вышла, то ее там Сихем, сын там этот, изнасиловал. И она была обесчещена, написано. Обесчещена. А когда бороду пополам, говорит, отбрили половину удовида, говорит, очень обесчещена. Хуже изнасилования. Поэтому зачем? Не надо это. Не надо бороду трогать. Ну, хорошо. Спасибо вам большое, что время вы делили столько. Как-никак, вы очень занятой человек. Я вижу, вы все время... Вы входите на наш YouTube. В YouTube там попросите, чтобы показали. Недели через полторы-две наш разговор будет стоять в интернете. И вы посмотрите. Разговор наш был очень полезный, хороший. Вы прекрасный собеседник. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Все выключайте. Продолжение следует...